И всем привет, ребят! С вами Старванкин, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному обзору устройства. Но если у нас первый обзорчик был просто рассмотр устройства на молота, который у нас появился новый, который бьет через практически всю карту, то сегодня мы скатаемся с этим устройством уже в режиме Джаггернаута и посмотрим, как себя новый улучшенный слагер покажет в рамках матчмейкинга против Джаггернаута. Сможет ли он уносить его бесшансово, либо же будут какие-то проблемочки у нас в этом плане. Ну а если вам нравятся подобные видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунточке установите ему личный такт, тактим пэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы отправляемся на этом Викинга Молоте в режим Джаггернаута. Что-то мне подсказывает, что через практически всю карту у меня сейчас на Молоте под овердрайвом будет возможность уничтожения Джаггернаута. И я думаю, что можно даже попробовать, как и в предыдущем видосе с обзором этого Молота, попрожимать немножко своих овердрайвов, дабы дать большего контактика и дабы у нас было больше оудишек. А, ну вот как раз, например, катка 0.5 мы летим, 0.5. То есть полет прям супер лютый. Давайте попробуем сейчас с расстояния как раз-таки забрать Джаггернаута. То есть вот у нас дистанция есть, у нас есть лютая диста, и он просто улетает через всю практически карту нарез. Я думаю, что он точно не ожидал такой развалки. Да я и сам не ожидал, что у меня Молот сможет развалить Джаггернаута, который стоит на другой половине карты. Боже, насколько это сильный Молот. Насколько это сильный Молот именно против Джаггера, да? То есть когда ты на таком расстоянии можешь наносить такое большое количество урона, это выглядит очень жестко. Просто с другой половины я встал в позиционку, и чел, он просто даже не понял, что у него ХП уничтожалось. Да, то есть он даже не понял, что у него ХП уходило. Я бы на его месте бы так же само отреагировал бы, потому что, ну а как ты можешь ожидать то, что тебе Молот через всю карту будет вообще в принципе наносить урон? Он, наверное, вообще подумал, что я какой-то дурачок, который просто прожал овердрайв на такой большой дистанции. А тут бах, и он улетает нарез. Я думаю, что он был просто в шоке. Но вот так вот работает этот Молот, и если честно, мне кажется, именно против Джаггера его реализация будет самая жесткая. Да, вот исходя из того, что я сейчас увидел, исходя из того, как я быстро слил этого Джаггера, мы можем даже попробовать вот здесь овердрайв прожать. Откроется ли он? Будет оставаться. В простреле у нас Джаггер. Ага, он сразу заезжает за стенку. Но он примерно понимает, да, что его ждет, поэтому он сразу за стеночку заезжает. Да, эта дистанция, конечно, очень лютая. Давайте еще один вожмем. Попробуем сейчас на верх-низе сыграть, не знаю. Здесь на верх-низе. Не, на верх-низе не работает особо сильно этот Молот. Но так вообще это очень жестко. Это очень жестко. Когда ты можешь с такой дистанции наносить такой урон, это выглядит, во-первых, это выглядит очень прикольно. Во-вторых, это выглядит как что-то супер необычное и контентовое. Да, понятное дело, что здесь я прожимаю овердрайвы свои на Викинге. И в обычных случаях вы не будете так жать оверки под раздачу. Но я больше хочу просто проверить на то, насколько вообще жестко этот может Молот себя показывать. Вот сейчас Джаггернау стоит на бровочке. Мы сразу делаем вжималову. Потому что у нас дистанции сейчас будет хватать, чтобы его просто быстро унести. Он не успевает даже нажать овердрайв. Он даже не успевает нажать оверку, насколько быстро у него улетело хп. По 5000 просто стыки залетает. Но здесь как бы катка фулл сливная. И в целом, наверное, в таких катках прожимать свои оверки вполне себе закономерно. И я не вижу здесь ничего такого зазорного. Если вдруг там кто-то будет в комментариях писать о том, что да боже, чел, прекращай свои оверки юзать. Я это делаю для того, чтобы мы могли рассмотреть максимально жестко эту комбинацию, это устройство и посмотреть, насколько вообще это работает против именно Джаггера. Да, то есть у меня ограниченный промежуток времени. Соответственно, я просто пытаюсь выжать максимум и где-то, да, юзаю свои оверки. Но это все в рамках того, чтобы вы могли увидеть тот самый замечательный контент и чек, который залетает с этого молота. Поэтому мы сейчас так же само быстренько прожмем овердрайв. Полный бой, я думаю, что играть не будем. Просто попробуем посливать здесь Джаггера, при том, что одну каточку я уже сыграл. Так, ну и вот Джаггернаут у нас... Ой-ой-ой, сколько противников у нас в одном месте. Сколько у нас противников, ну и Джаггер просто улетает на респаун. Просто, моментально, быстро Джаггернаут улетает на респаун. Вот так вот это дело работает. Вот такой вот молот дает контентичек. И под овером, ну, мне кажется, бесшансово просто. Просто бесшансово. При том, что еще резистов от молота я бы не сказал, что большое количество юзают. Но здесь, по сути, еще есть у вас возможность крита. И под критом, даже если у вас будет резист, вы уже ничего не сможете сделать. Потому что у вас будет такая лютая залетка, что вы будете просто уничтожать Джаггера. Так, ну давайте один овердрайв попробуем накопить сами. Попробуем накопить сейчас сами овердрайв. И дальше уже попробуем сделать полную, тотальную реализацию. Так, чуть-чуть под стеночку. Становимся, чтобы меня здесь не забрали как раз таки. Так, ну и пробуем еще подвоем здесь ребятам накинуть. Чуть спрятаться. Еще можно здесь какую-то такую накидочку от стеночки дать. Интересную. По Джаггернаутику что-то тут подбэмсить еще. Можно, почему бы и нет, да? Давайте какой-нибудь контентичек. Сейчас попробуем сделать. Так, еще. Еще. Отлично, великолепно. Так, и по Джаггеру. Отлично. Джаггернаути еще одного сливаем. И еще один Джаггер респуется в открытой зоне под меня. Расстояния мне с этого молота достаточно. И он просто вынимает в полную свою будку урон через половину карты. Да, вот такой вот молот. И вот такой контентичек он на сегодняшний день может давать. Я думал, что я здесь сыграю полбоя. Блин, еще и Джаггера давит. Но по ощущениям мы тут сыграем полный бой. Потому что мы уже слили пять Джаггернаутов. И у нас на все про все еще даже... Даже 10 минут у нас не прошло. Поэтому давайте попробуем здесь уже в респе. Ну, на Джаггера, конечно, я не буду тут. Ну, просто с лодку дам, да и все. Упоримся, чтобы меня как можно быстрее здесь слили. Была возможность реализации следующего овердрайва. Так, ну и попробуем еще что-то здесь под ноги дать. Работаем. Снайпер пишет, чел. Работает снайпер. Конкретный снайпер работает. Ну и перезарядка здесь у этого молота тоже довольно быстрая. То есть урон у него хоть и дефолтный. Но такой перезарядкой молот на сегодняшний день очень даже неплохо играбелен. Если вы стоите как раз таки на дистанции, с такой дистанции наносите урон по противнику, то я считаю, что это очень и очень хорошая эффективность. Да, под овердрайвом, конечно, с такой дистанции намного приятнее цифры летят, чем без овердрайва. Но все равно, когда я через пол карты могу покидать здесь даже такие тыки, это все равно выглядит очень и очень интересно. 500. Он, наверное, резист, мне так кажется. У молодого резиста. Джаггернаута сливает. Остается два джаггера. Нам до слития. Так, и где джаггер у нас рискуется? Не вижу джаггернаута. Ага, вижу все. Открывается под нас джаггер. Шикарную сразу уже малого делаем. Особо долго не думаем. Тиммейты помогают, подсопорчивают. И мы сливаем уже девятого джаггернаута. Остовый джаггер у нас остается. Которого, я думаю, что мы также быстро сейчас попробуем здесь разобрать. Ну и у нас получается еще одна каточка быстрая с досрочкой залетает. Где-то, наверное, джаггернаута в пять мне удалось здесь самому лично унести за бой. И я целиком и полностью могу сказать, что этот молот шикарнейшим образом работает против джаггернаута. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также, конечно же, подписывайтесь на Сележечку. Где весь лайв-контент у нас выходит, где вся информация по стримам. Поэтому тоже обязательно оформляйте. Подписывайтесь на канал, ну и пишите все свои мысли в комментариях. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.